Представляем воздухогрейный котел, предназначенный для СТО и больших производственных бизнес-помещений, работающий на отработке автомобильного масла. Польская фирма МТМ. Фирма МТМ производит три вида печей в зависимости от мощности. Это полуавтоматические тепловые печи, которые работают примерно от 8 до 12 часов. Потом они требуют чистку и могут обратно работать. Максимально 12 часов работают? Максимально 12 часов. Дальше? Каждая печка имеет емкость, куда наливается масло. Масло рассчитано примерно на это время работы. Если у нас печка, например, 30 кВт, то она где-то будет использовать 3 литра масла в час, если мы ее поставим на максимальную мощность. 1 литр масла дает 10 кВт тепла. Какая температура выхода горячего воздуха? Значит, здесь правильно рассматривать дельту. Дельту выхода. Где-то печка дает дельту 25-30 градусов. То есть, если в помещении 0 градусов, то печка разгонит, сделает температуру 25 градусов. На выходе где-то будет 25-30 градусов. Соответственно, температура будет подогреваться и выходная температура тоже будет подогреваться. Печки имеют управление. Можно уставить от 8, 19, 30 кВт. Так же само печки имеют защиту от перегрева. Это стоит СТБ, термостат. И если посмотреть снизу, там так же само есть защита с микровыключателем. Если будет утечка масла, она так же само выведет печку в аварию. Покажут все это, нам просигнализируют. На малой мощности нету, а на 17,52 кВт уже есть лампочки, которые нам просигнализируют, какие мы имеем, например, проблемы. Но если они возникли, то чтобы мы могли их устранить. Каждая печка требует 230-220 вольт напряжения сети. Каждая печка так же само требует подключения к дымоходу. Дымоход должен быть не менее 5 метров. Должен быть расположен максимально горизонтально, без каких-либо уклонов. Атмосферные дымоходы или турбина работает? Атмосферные. Минимум 5 метров, 160 миллиметров его диаметр. Да, расцветка печи тоже может быть индивидуально сделана. Здесь мы сделали на выставку в Украину, сделали в цвете флага Украины. В основном производятся они фиолетокрасные. А эта крышечка для чего? Это для того, чтобы можно было поднять ее и сделать сервисное обслуживание печи. А что надо, что входит в сервисное обслуживание? Для того, чтобы провести чистую печи, нам надо будет разобрать верхнюю часть камеры горения. Там идет в комплекте ложечка. Можно разобрать, насколько это возможно сейчас? Да, без проблем. В комплектации каждой печи идет какого-то колена для подключения страничок к дымоходу. И вот за сюда можете посмотреть сверху. Вынимается вот этот чугунный диск. А его можно вынять? Идет в комплекте ложечка. Это для чистки? Это для чистки. Вынимаем чугунную миску, которая внутри расположена. А можно вынять ее? Ее также сам очистим. Ложечка специальная расположена с таким крючочком. Все это вынимается, аккуратненько вычищается. Щеточка имеет профиль под камеру горения. И с поворотом все это складывается. Для того, чтобы ее запустить, наливаем 100 грамм дизельного топлива. Куда? Прямо на миску, которая будет вложена. Поджигаем бумагу, кидаем и закрываем это все. Последовательно закрываем, закрываем. Закрываем последовательно. Допустим, мы туда налили, зажгли. Предварительно мы вложим миску. А теперь наливаем, да? Ставим толечка. Сейчас покажу вам последовательность. Ставим толечка. Ставим толечку. И вот сейчас мы... Сейчас мы наливаем 100 грамм дизельного топлива, не бензин. Бензин сильно может вспыхнуть и может обжечь. Это небезопасно. Подпаливаем кусочек бумаги, бросаем и накрываем. Так. И потом... Закрываем назад крышку. Закрывайте. Там идет процесс горения. Здесь нажимаем старт. Когда горящая... Когда там будет гореть огонь и достигнет температуру 40 градусов, запустится вентилятор и запустится насос подачи масла. И тогда уже пойдет полноценное горение. И здесь уже можем регулировать мощность. Еще раз. Куда наливается топливо, отработанное масло? Вот сюда. Какой объем... А какой объем здесь этого бункера для мощности 17,33? 90 литров. 90 литров? А куда 90 литров здесь? А вглубь там уходит. А, вглубь. Просто здесь вроде такой... Понятно. И она начала работать. Как быстро она нагоняет температуру? Вот в помещении пришли 0 градусов, условно говоря. Смотрите, здесь стоит вентилятор, который дает примерно тысячу метров кубических в час воздуха. Так, воздуха. Помещение, в зависимости от помещения, соответственно, мы подбираем оборудование так, чтобы примерно в течение 20-30 минут мы уже ощущали тепло. В течение 20-30 минут мы уже будем ощущать тепло. Какая гарантия на этот агрегат? Так же самое один год. Один год гарантии. И, как всегда, каверзный вопрос. Какое самое болевое место при эксплуатации, на которое надо обращать внимание? Самое болевое место нашего оборудования, это плохое масло отработанное. Плохо отстойное или плохо очищенное. То есть, сама по себе вот это все очень простое. Вот оно сюда заливается масло, сгорает оно. Здесь откуда попадается горячий воздух, кстати? Горячий воздух в вентилятор. Вентилятор. Отсюда нагнетает тепло. Снимает воздух с камеры горами и отсюда выходит тепло. А, то есть, вот эти все дырки, соты, которые мы видим, в разные стороны поступает горячий воздух. Правильно я понял? Правильно. А, понятно. Спасибо огромное за презентацию воздухогрейного котла МТМ на отработке автомобильного масла. Всего доброго!